В форуме возникает очень много вопросов, на форуме, в общении с клиентами. Мы попытались ассистематизировать эти вопросы и вынести их в виде отдельного доклада. Мы его назвали как некоторые секреты и хитрости, которые можно сделать какими-то мелкими настройками. Первая из таких возможностей, очень много холивара идет на форумах, когда в разделах, в каталоге товар подключен к нескольким разделам. То есть вы берете конкретный товар и подключаете его к нескольким разделам. По умолчанию в шаблоне, естественно, у этих товаров возникают разные урлы. Но очень мало людей знает, что это возможно обойти достаточно простым способом. Давайте посмотрим на видео. Вот я показываю, что платье добавлено в раздел платьев. И я его почему-то добавил, то есть у него вот свой урл. И я его добавил в штаны. Тоже свой урл. После этого мы идем в настройки и переключаем вывод всех информации, замыкаем его на определенный какой-то каталог. То есть вы его можете назвать по-своему. Если это сделать на раздельных компонентах, на раздельных страницах, то можно как-то поразделать. То есть общий каталог для всех разделов. Да. Получается, что урл, куда бы ни заходили в это платье, будет полностью одинаковый. А это было всегда. Редко знал, что это можно настроить. Да, его в автоматическом режиме всегда было, если честно. Мало кто знал. Говори громче в микрофон. Судя по всему, это очень важно. Да, это очень важно, да. Мало народу об этом знали. Ведь понимаете, он все прямо на экране, ведь даже не программировал, черт. Да, я ничего не делал для этого. То есть я на форуме, если честно, часто это объясняю, как это сделано. Единственный момент с такой возможностью, это нужно обязательно проконтролировать, чтобы все XML, вот эти урлы для товаров были уникальны. То есть обязательно нужно галочкой поставить проверки уникальности. Иначе будут проблемы. Уже сразу вопрос. Можно. А может что-то по умолчанию? Нет, не нужно. Мы очень часто используем логику, что у нас есть несколько групп у товара, но при этом есть одна главная, которую мы считаем. Вот эта группа у нее главная. При этом у меня не получается добавить еще одно свойство в виде группы, потому что такого свойства просто нет. Ну вы немножко уже про другое. Это то же самое, потому что я потом замыкаю все товары на именно... Это можно сделать, но нужно будет странички для групп отдельно делать. То есть на раздельных компонентах можно собрать странички и сделать, чтобы у них были какие-то свои урлы. Это можно сделать реализуемо. По такой же схеме, только на раздельных компонентах. Вообще можно гибко настроить, вообще без программирования. А все стараются там что-то напрограммировать, килограммы кода. А вот скажите, пожалуйста, когда товары хранятся в разных инфоблоках, там вот эта вот фишечка не работает, если просто поставить в настройках компонента, чтобы товары выводились по своему прямому урл с каким-то тегом, например. Автоматом это не работает? Мы обычно допиливаем это в комплексном компоненте каталога. Ну это уже немножко за рамки выходит, решение этой проблемы. Да, когда несколько инфоблоков, там будут немножко проблемы. Либо вы можете опять-таки обойти этот вариант, сделав конкретные разделы на отдельных страницах, на раздельных компонентах и там сделать это. То есть будет уже прекрасно работать. Да, давайте узнаем все остальные секреты. Очень много людей просило, чтобы можно было, вернее, изменяют очень часто свою регистрацию, добавляют какие-то свои поля, добавляют какие-то свои сущности и после этого не могут перенаправить на свой компонент со всех мест все как бы вот эти вот перенаправления, чтобы оно попало на данный компонент. В настройке главного модуля появилось поле, где можно указать, куда будет попадать все, что связано с регистрацией. И все это будет попадать на ваш компонент. То есть вам не нужно по всей цепочке идти и каждый компонент кастомизировать. Фактически это будет сделано вот одной маленькой настройкой. Телевизор один отвалился. Телевизор. Мы сейчас поищем. Можно вопрос еще? Можно пока телевизор делают. Вот если один товар в нескольких категориях, допустим, то, конечно, проблема с рулами решается таким способом, но вот в XML сайтмап, когда генерируется, там оба товара так и остаются. 12 часов? Не совсем понял ваш вопрос. Ну, то есть проблема с рулами решается, если два товара в одной категории, вот способом, который вы показали. Но при генерации сайтмапа XML там если исключить… Все, я понял. В новом сайтмапе можно гибко настроить и исключить такую возможность. В принципе. Вообще смотрите на новый сайтмап. Он обновляется постоянно? Да, вот правильно говорит Максим. Нужно сдублировать настройки компонентов в настройке инфоблока и в новых настройках сайтмапа просто сделать настройки. Гибкость в компонентах каталога. Задача. Очень часто на одну страницу кидаются несколько каталожных компонентов. Это может быть компоненты топ-элементов. Это главное. 5-6 компонентов, которые выводят какую-то информацию. По стандартной схеме последний выведенный компонент перебивает все метатеги, которые выводятся на страницу. То есть фактически последний встал, последние твои тапки. Появилась возможность во всех каталожных компонентах, кроме комплексного, потому что туда тяжело вывести такую настройку, появилась возможность либо отключить вообще вывод каких-то метатегов, либо взять его с каких-то определенных полей инфоблока, либо вывести со специальной вкладки SEO. То есть теперь вы можете гибко назначить так, что какой конкретный компонент выводится. Последний компонент не должен ничего не выводить. Выключаете, он не выводит. Выводите именно тем, который основной компонент для данной страницы. Ого, удобно. Это тоже делается простыми настройками. Вот они показаны на экране. Заходите в настройки каждого компонента, связанного с каталогом. Там вот эти четыре настройщики есть. То есть включением-выключением вы их можете выбирать. Вот эта возможность очень интересная для людей, которые занимаются огромными каталогами. То есть последний раз разговаривая с клиентом, делая выгрузку с 1С, проверяя выгрузку с 1С, мы столкнулись с тем, что клиент выгружает при полной выгрузке 60 гигабайт информации, где в этих 60 гигабайт фактически 98% это картинки. Картинки дублируются. Особенно много картинок дублируются в торговых предложениях. То есть вы делаете картинку для всех размеров одного цвета и во всех размерах у вас одна и та же картинка фактически. По новому алгоритму, по новой схеме работы вы можете загрузить картинку только в главный элемент. То есть загружая картинку в главный элемент, в какое-то файловое свойство, которое принадлежит к картинке, вы можете сократить загрузку этих картинок. То есть во всех торговых предложениях будет загружено только 5 картинок. Если у вас 50 размеров, это не 50 умножено на 5, это будет всего 5 картинок. Соответственно, размер каталога будет сильно уменьшен, размер занимаемого дискового пространства будет уменьшен, и выгрузка будет работать более быстро, потому что не нужно будет выгружать вот эти гигабайты данных, которые передаются с 1С на сайт. Тоже достаточно просто настраивается. Здесь я небольшое видео записал. В анонсе картинки нет. Кстати, он берет картинку и для анонса, и для списка. Я в элемент загрузил картинки. Переходим в публичный раздел. Переходим в публичный раздел. Вот показались картинки. Они показались как в списке, так и в детальном представлении. Это я показал на рабочем сайте, который фактически использует уже это. Да, по картинкам вопрос. Никита, компания Wizard, город Тверь. Такой вопрос. С картинками понятно, но в случае с интеграцией с 1С, очень часто клиенты, если такая проблема, загружают картинки какого-то необъятного размера. И в результате этого, попадая уже в битрикс, часто обмен отваливается. Есть ли такая возможность в планах или уже существует, чтобы эти картинки проходили какую-то предобработку, попадая уже в нормальном размере, либо выдавалось какое-то сообщение о том, что они не могут быть загружены, потому что там пару 14-мегабайтных картинок и обмен ложится. Ну, обмен не ложится в новой версии. Мы это расскажем отдельно про 1С, когда будем рассказывать. Мы будем в понедельник, скорее всего, с нашим техническим директором Юрой Тушинским обсуждать данный момент. Мы хотим немножко изменить работу с картинками. Если он утвердит это, вы можете повлиять на это, то это появится возможность. Дополню про картинки. Года полтора уже или два существует такая экспериментальная, недокументированная возможность главного модуля. При ресайзе изображений, если он вычисляет, что для ресайза ему не хватит памяти, и загружено, есть расширение PHP ImageMagic, то он использует iMagic функции для того, чтобы пережать картинку на диске без загрузки ее всю в память PHP. А что нужно для этого? Если вы себе extension iMagic установите, то, скорее всего, проблема уйдет, потому что автоматика переложит процесс сжатия с памяти на диск. Хитрый ты. Отключение наследия в SEO. Мы добавили SEO настройки, они очень гибкие, они в инфоблоках, но многие начали спрашивать, что мы создаем новый раздел, и нам нужно этот раздел временно убрать из SEO-выдачи, то есть выдавать какую-то информацию, чтобы он не заиндексировался, чтобы он не появился с какими-то своими метатегами, потому что наш SEO-шник приходит через два дня после того, как мы каталог набили, и делает это отдельно. В настройках любого элемента, раздела, конкретного элемента или всего инфоблока есть галочка «Изменять для этого элемента». Если поставить просто в нее пробел, то наследование будет прекращено. То есть вы можете убивать наследование для конкретного раздела, с наследованием на подразделы, для какого-то элемента и так далее. То есть можно отключить и дождаться SEO-шника, когда он заполнит нормально данными для вас. То есть настройка очень простая. Я последний раз на форуме читал, что там что-то напрограммировали на три страниц кода, чтобы это сделать. То есть здесь можно одной галочкой. Адаптивный шаблон появился в нашей 14.5 версии. Он работает как на планшетах, так и на компьютерах. На компьютерах у него по ховеру мышка ведется, изменяются какие-то элементы, что-то меняется на экране. Когда шаблон открывается на планшете, он показывает элементы в виде такого статичного изображения, потому что на планшете нет понятия ховер, нет понятия перемещения мышки. И многие просят, у нас нет планшета проверить, что работает компонент, как это сделать на обычном компьютере. Сделать это возможно. Давайте посмотрим видео. Делается это изменением небольшой настройки. Вот компонент, работает в обычном режиме, то есть это как компьютер. Заходим в настройку, меняем одну константу, она bx no touch. Мы убираем no, то есть bx touch. Все. Компоненты как обычные компоненты для планшета, статичные. Кнопочка вывелась сразу. Все работает. Возвращаем эту константу обратно в bx no touch. А не как там в интерфейсе? В интерфейсе, наверное, это не очень нужно. Это такой хак недокументированный. То есть все. Компоненты возвращаются в обычное состояние. Вы можете проверять адаптивный дизайн, адаптивную верстку, что она работает для планшетов корректно, просто переключением вот этой константы. Это же не константа, ну хватит уже. Надо же удобнее сделать. Хорошо, окей. Эмулятор, эмулятор. Тут компоненты нужны переключиться. На эмулятор они могут не переключиться. Очень большая проблема у нас в магазине, когда развивается магазин. Есть такое понятие, как резервирование товаров. Это для тех, кто не использует 1С. Весь документооборот фактически делается на сайте. Вы резервируете, делаете отгрузки, отгружаете, делаете дополнительный шаг, отгружая товар внутри нашего продукта. Но подключая 1С, почему-то все забывают убрать этот резерв. И говорят, а почему-то у меня все глючит, потому что резервы там произошли. Происходят какие-то проблемы. Когда вы настраиваете связь с 1С, если вы раньше работали в простом режиме, когда отгрузка делалась на сайте, ее нужно обязательно отключить. На этом слайде показана правильная, корректная настройка, чтобы все работало корректно. То есть вот слайдик можно с презентацией использовать. Один момент важный. Сразу задают вопрос. Ну у нас же тогда не будет контроля остатков, я буду уходить в минус. Нет, в минус вы уходить не будете. Вы включаете количественный учет, показанный верхней стрелочке, и количество товаров уменьшается когда. И выставляете для своего магазина ту настройку, которая важна. При оформлении заказа, при оплате заказа и так далее. То есть остатки уменьшаются, те, которые пришли с магазина. Вы не продаете товары больше, чем есть, которые в наличии, и не получаете глюков, связанных с двойным резервированием. Не делайте лишний шаг внутри магазина с отгрузкой этого товара. Он уже не нужен. Вся отгрузка происходит внутри 1С. Еще один момент, который выплыл фактически на предыдущей конференции, и очень часто появляется у нас на форуме. Скидки, они очень гибкие, их очень много, они вариативные, очень много вариантов. Их просто стало столько у клиентов, что просто списочек миллионами исчисляется. Тяжело в них что-то находить, тяжело видеть связи, когда скидка похожа для разных каких-то конкретных задач, но она схожа по методологии. Это общая скидка. Скидки можно группировать в одной. То есть если это скидка на какие-то конкретные товары просто с разными процентами, даже для разных товаров, вы можете ее группировать какими-то отдельными действиями внутри одной скидки. И оно будет корректно обработано. Если попадут брюки, то получат 15%, если рубашка 14%, если на скид, то получат 100% скидку. То есть я объединил скидки, это тоже правильная схема, как их объединить. Оно сработает, это правило корректно для всех товаров. Могут быть здесь товары, группы и так далее. Одна из немаловажных проблем это экономия свойств в инфоблоках. Инфоблоки становятся все больше и больше, свойств все больше и больше, а есть небольшое ограничение по количеству свойств, которые вы можете в инфоблоке использовать. Последний раз, когда клиент обратился с такой проблемой и показал свой сайт, оказалось, что у него на сайте куча свойств просто дублируется. Он для свойств, спецпредложения, лидер продаж, новинка, сделал каждое из этих свойств отдельным чекбоксом и для каждого товара его восстанавливал. Наши компоненты прекрасно понимают, когда вы их объединяете в обыкновенные списочные свойства. Вы его объединяете в список, чекбоксы никакие не нужны, выбираете конкретные свойства и вот оно прекрасно выводится. То есть не обязательно использовать лишние свойства для разделения на каждую из этих сущностей. Стоп. Пока вопрос. А если в два сразу? Множественные. Ну, не нужно свойствами заводить отдельные. Потом просто путаются, там тысячи свойств и не могут найти, что они хотели. А в случае с интеграцией с 1С там есть поддержка этих множественных свойств? Есть. По 1С поговорим отдельно еще. Справочники. Когда мы добавили справочники, их начали многие использовать, но сразу возник вопрос. А почему только картинки? Мы не можем вывести какую-то информацию. У нас не хватает свойств в инфоблоке, у нас огромный магазин, у вас вот хайлоды, мы хотим на них вывести дополнительные свойства, а мы не можем ничего вывести, кроме картинок. Это неправда. Удалив внутри конкретного хайлодного блока поля файл, вы получаете возможность выводить размеры или там какую-то информацию дополнительную на отдельных каких-то свойствах в виде именно текста. Тексты, правда, небольшие, потому что, чтобы они влезли, помещаются до пяти символов, насколько я помню. То есть до пяти символов можно вывести. Тем самым вы можете те свойства, которые влияют на цену, влияют на какие-то параметры именно для товаров, вы можете вывести их полностью в хайлоды, тем самым опять-таки разгрузив свойства внутри инфоблока. И там использовать другие свойства, которые просто для отображения, которые показывают какие-то характеристики. Такие фишки и такие нововведения мы очень часто публикуем в виде статей. Следите за нашими блогами, наши сотрудники часто публикуют в блогах много информации, которая помогает вам вот такими вот мелкими вещами, нюансами сделать продукт, использовать продукт более эффективно без какого-то дополнительного программирования. Давайте несколько вопросов, Юри, по поводу секретов. Или дальше пойдем к 1С. Вопросы из интернета есть немножко у нас. Вопросы из онлайна. Можно ли будет пополнять внутренний счет без покупки товара в ЕМ? Мы обсуждали это с Лешей, пока не пришли к определенному мнению. То есть нам кажется, что логичнее делать через покупку. Но технически это возможно будет, да. Еще раз вывалился экран. Александр, в обрыве Самара. Для внутреннего счета есть ли и будет ли возможность сделать какой-то платежный пароль? То есть у нас есть такие задачи, что дополнительные контроли от списания с этого счета требуют еще дополнительного пароля. А распределение по людям никак? Оно же логируется? Кто сделал списание, там же будет видно. То есть система большая, платежные пароли во многих системах есть. В магазинах и прочем. Хорошая идея, шикарная. Мы как раз рефакторинг модуля делаем, подумаем, скорее всего, может быть, добавим. Согласен, интересно. Еще вопросы? Ну, поехали дальше. Коровкин Денис, веб-профи. Хотел спросить по хайлод-блокам. Просто когда мы выгружаем инфоблок, у которого есть свойства типа справочник, и даже несколько из них, то в этот справочник возвращается очень мало информации. По-моему, там XML ID возвращается, и там может быть картинка, и название. То есть вот всех тех дополнительных свойств, которые в этом блоке заданы. Ну, через C-блок элемент get list. Там нет ограничений никаких. Это нужно будет либо с Лешей, либо с Максимом поговорить. Эти свойства просто не приходят, все дополнительные колонки и поля у справочника, которые были добавлены. Если есть доступ на проекты, это лучше вот с Максимом попробовать поговорить, или с Лешей Кирсановым они смогут посмотреть. Странно, там без разницы, какое количество свойств, должно все приходить прекрасно. Потом приходится отдельно выгружать весь этот. Ну да, это нормально. Ну. Продолжение следует...